Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео, как обещал, я вам покажу укрытие винограда в теплице. Я нахожусь в Московской области и виноград, который у меня растет вот в этой части, вы уже все видели в моих предыдущих роликах, летних роликах и осенних роликах. Я тоже показывал, как растет виноград в такой вот арочной поликарбонатной теплице. И сейчас у меня виноград уже укрыт, а сейчас конец ноября, начало декабря. В общем-то в теплице я его укрываю, конечно, попозже, так как здесь условия потеплее, чем на улице. И в общем-то здесь другой микроклимат, в отличие от выращивания винограда на улице в моих условиях. Ну вот сейчас я вам показываю, как у меня укрыт виноград. Виноград обрезан, обрезан он точно так же, как я и обрезаю его на улице. Если вы не знаете, как обрезать виноград, вы можете посмотреть, у меня на канале есть видео о простой обрезке, в общем-то без особых премудростей. Ну и в общем виноград у меня здесь так же обрезан, как и на улице. И так же он прижат к земле. И сейчас я вам показываю свое укрытие. Вот здесь у меня в этом ряду однолетние, точнее двухлетние кустики винограда. Вот они укрыты обычным укровным материалом 60-й плотности. И вот посмотрите, вот так вот лежат лозы, прижатые к земле. Прижимал я их с помощью вот таких вот крючочков, о которых я вам уже неоднократно рассказывал и показывал в своем видео. Что укрыто в несколько слоев, обратите внимание, вот так вот он, как бы тут наверное даже в три слоя. То есть вот сложен вот этот укровной материал, наверное даже в три слоя получается. И вот так вот он укрыт сильно, я его так не прижимаю к земле. Укрыт он вот как бы такой вот с воздушной хорошей прослойкой между землей и самим укровным материалом. То же самое и в этой части, сейчас я вам покажу. Вот посмотрите, лозы. Здесь уже виноград постарше, трехлетний. Здесь лозы уже потолще. И вот то же самое под вот таким вот укрытием в несколько слоев из укровного материала. Укровной материал, как вы видите, белый. Если нет возможности купить белого, можно использовать, кстати, черный. Вот у меня такой здесь пакетик с черным укрытым материалом. В крайнем случае можно использовать и черный, но лучше, конечно, белый. Итак, вот с помощью такого укрытия виноград у меня будет зимовать. Но, вот видите, у меня здесь лежат неспроста куски вот такого поликарбоната обрезанные. Если мороз будет опускаться ниже 20 градусов в ночные часы, а такое у нас довольно-таки часто бывает. Обязательно в Московской области каждый год мороз бывает опускается ниже 20. Иногда, очень редко, может быть, раз в 10 лет доходит и до минус 30. Но вот в моих здесь условиях, недалеко от Москвы я нахожусь, в общем-то морозы зимой иногда бывают минус 20, ну минус 25. Вот для этих целей я приготовил вот такие вот листы у меня поликарбоната узкие. И я вот этим листом буду просто-напросто накрывать вот этот вот желоб, где у меня растет виноград. Сейчас я положу этот лист и примерно вы увидите, как он будет лежать у меня зимой при наступлении сильных морозов. Если, конечно, вы не имеете возможность часто приезжать на ваш участок, где у вас растет виноград, в теплице, к примеру, то тогда, конечно, вот эти листы с поликарбонатом лучше сразу уложить на, вот допустим, если у вас применяются вот такие вот желоба, в которых у меня растет виноград или грядочки, вот так вот окантованы они с помощью вот таких вот высоких бортиков. Сейчас я вам покажу, как можно поликарбонат положить. И, в общем-то, под таким укрытием из укровного материала плюс сверху поликарбонат винограду не будут страшны в поликарбонатной теплице никакие морозы. Даже минус трит он спокойно перенесет. Вот таким образом я положу кусочки поликарбоната на желоба с виноградом, на грядки с виноградом. Будет он практически от начала и до конца, но в начале и в конце грядки обязательно надо оставлять вот такие примерно по 10-20 сантиметров продухи, чтобы все-таки воздух ходил вот в этих вот грядках, накрытых, в том числе и поликарбонатом, чтобы там не заставилось какой-то конденсат или какая-то влага, которая в зимний период и в период, допустим, оттепели может привести к тому, что ваши лозы, если вы их осенью не обработали фунгицидами, то на них может появиться плесень. Но она, в принципе, и даже на обработанных может появиться, если будет высокая влажность. Страшного особо в этом ничего нету. Но лучше, конечно, явлений вот этих избежать при помощи такой вот как бы вентиляции должна обязательно оставаться. То есть воздух должен свободно проходить. Нельзя наглухо укрыть вот так вот поликарбонатом, не оставляя никаких щелей. Тогда вот будет не очень хорошо с точки зрения проветривания ваших лоз в зимний период. Потому что не всегда же будут морозы. В какой-то день, может быть, и зимой и оттепель, и солнышко припечет, и в теплице будет плюсовая температура. Поэтому, если вас на дачном участке подолгу не бывает, то при укрытии вот таким способом обязательно оставляйте продухи. То есть отверстие для того, чтобы проходил воздух вот в эти вот грядочки. Ну вот, дорогие друзья виноградари, я вам показал, как я укрываю виноград в поликарбонатной теплице. Вот способом. Кому это видео полезно и понравилось, не поставить лайк и подписаться на канал. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.